Пора делать бургеры. У нас будут мини-бургеры. Я взяла фарш из нежирной вырезки и сделаю из него райские блинчики. Добавлю чайную ложку соли, пол ложки перца. Всё просто. Нехитрые вкусные бургеры. Ты берёшь какие-то особенные булочки? Ну, я рада, что ты спросил, Сет. У нас будут бургеры на солёных булочках. По-моему, их не часто употребляют. Ты знаешь, как он любит крендели? Правда? Да, я очень люблю. Я угадала. Здорово. Кто-то сломал нашу систему безопасности. Я за вами слежу. Это правда. Она вторглась в наше облачное хранилище. Так, котлеты готовы. Пойдём жарить их на гриле. Ура. Идёте со мной? Да. Идём, поджарим бургеры. Захвати шарики. Я беру. Разминка перед грилем. Так, посмотрим. Какая жара. Кладу котлетки. Прямо на решётку. Отлично. Ну что, погадаем? Сет, сколько съешь? Как минимум парочку. И всё? Я бы съела штук шесть. Смотрите, солёные булочки. Такая прелесть, просто загляденье. Ты так красиво украсила стол. Стол просто супер. Разноцветные жвачки, леденцы, билетики и бусы из конфет. Ярмарочные украшения должны быть забавными и разноцветными. Всё как на ярмарке. Празднично. А сколько нужно держать булочки на гриле? Немного. Буквально полминутки. Эти булочки маленькие, так что готовы моментально. Сет, постой. Ты, кажется, снимался в рекламе бургеров? Я рекламировал двойной чизбургер с беконом и кольцами лука. Тебе приходилось есть его перед камерой? Только откусить, а потом выплюнуть в ведро, чтобы живот не заболел. Первый раз, когда снимали, я не выплёвывал. Думал, съем, и ладно, типа я смогу 75 бургеров. Я чуть не лопнул. Ну ещё бы. Мне было плохо. Смотрите, получились идеальные бургеры. Выложу их на булочки. А как ты понимаешь, что они готовы? Это зависит от степени прожарки. Я сделала средние, это же мини-бургеры, так что достаточно по две минуты с каждой стороны. Вот и готовы наши мини-бургеры. Отлично. Как здорово. Давайте есть. Держи. Давай. Скажи, что вам нравится в этих бургерах. Только месяц назад я поняла, что красный лук – это вкусно. Правда? А я его обожаю. Теперь я кладу его везде, куда только можно. Очень вкусно. Мне нравится с луком. Мне без. По-простому? Да, он простой парень. Это точно. Надо же. Бургеры – универсальная еда, и в них можно положить всё, что угодно. Сету нравится без добавок. Хорошо. Не забудь. Я не забыла. Корн-доги. Я на них запала. Возьму ещё один. Спасибо. Мне нравится, что здесь майонез. Многие стараются его не употреблять. А я его обожаю. Даже с картошкой ем. Я тоже. Французы так едят. Мне сначала съесть корн-дог или бургер? Не знаю. А как по-твоему? Начни с чего-нибудь. С бургера. Сначала бургер. Боже, объедение. Кусочек счастья. С солёными булочками очень вкусно. Мне тоже нравится. Такие булочки мало где используют, а с гамбургерами и подавно. А с мини-бургерами попадались? Нет. Очень вкусно. Боже, что ты делаешь? Мне нравится смешивать кетчуп с майонезом. Мне всю жизнь твердили, что это гадость. А оказывается, что нет. А мне плевать. Мне нравится. Я люблю все соусы. Правда? Кетчуп, горчицу, майонез. А я горчицу терпеть не могу. Мне в детстве пришлось пройти пробы на съёмки рекламы горчицы. Нужно было петь песенку, мазать горчицу и улыбаться. А потом мне говорят, хорошо, а теперь откуси. Давай. Заревел? Затрясся, попытался запихнуть это в рот. Фу! Мы опять вспомнили о съёмках рекламы. В рекламе сниматься непросто. Да, есть что вспомнить. Такое не забудешь. Вкуснейший корндог. Если бы я не был жена... Не говори, что женился бы на корндоге. Ну, я не собираюсь переписывать законы Калифорнии. Не заставляй меня ревновать. Но, может, стоит предложить такую альтернативу? Жениться на еде? Угу. Продолжение следует...